Будущие юристы неожиданно стали слушателям интересной и полезной лекции, как получить гражданство Российской Федерации и материнские капиталы, а также о превратностях игры с законом не по правилам и многом другом. Они смогли узнать лично у атташе посольства Российской Федерации. Произошло такое очень интересное общение в формате вопрос-ответ. Сначала в общих чертах рассказал, чем мы занимаемся, какими вопросами, наиболее приоритетными направлениями конского пункта, конского отдела в Кишиневе также, в общих чертах. После чего уже перешли непосредственно к самым актуальным вопросам, вопросам гражданства, вопросам материнского капитала. Инициатором встречи выступила юридическая студенческая консультация. Это подразделение юрфака появилось всего два года назад, как опытная площадка для начинающих правоведов. Под руководством педагогов и уже состоявшихся юристов лучшие студенты здесь бесплатно консультируются граждан по различным вопросам. Сам являюсь студентом юридической консультации. Граждане обращаются. Вопросы, конечно, именно по гражданству также имеют место быть. Как получить или как продлить? Какие могут в будущем произойти коализии? Для меня было это действительно интересно. Мы инициировали эту встречу, потому что в последнее время было очень много запросов и, может быть, даже жалоб со стороны граждан по поводу возможности приобретения российского гражданства. Поэтому юридический факультет обратился в посольство с письмом, просьбой об организации такой некой лекции, где наши студенты, юристы, а также преподаватели могли бы узнать больше о практике применения именно законодательства о гражданстве Российской Федерации. По-прежнему актуально, считают участники встречи и проблема принятия российского гражданства для жителей Приднестровья, родившихся после 1991 года, то есть уже после провозглашения нашей республикой независимости. Обязательное условие для них – подтверждение статуса лица без гражданства. Такую справку об отсутствии гражданства по требованию должны предоставлять в Молдове. К сожалению, им отказывают в этом статусе, поэтому очень много вопросов, связанных с вопросом о выходе из молдавского гражданства. И, как мы поняли тоже из сегодняшней встречи, что это практически невозможно. Это очень долгая процедура, которая может затянуться на года, и практически это невозможно. И очень многие граждане, опять-таки, родившиеся после 1991 года на территории Приднестровья, они автоматически рассматриваются как граждане Молдовы, что вызывает очень много жалоб. По мнению начинающих юристов, это прямое нарушение права на свободный выбор гражданства. Но мириться с таким раскладом здесь не намерены. И уже обратились в посольство Российской Федерации в Молдове с предложением о взаимодействии. Мы дали определенные предложения, связанные с возможностью дальнейшего сотрудничества, в первую очередь, привлечения к ней ребят, которые работают в нашей студентской юридической консультации. В принципе, посольство тоже проработает этот вопрос, и думаю, что это было бы ребятам интересно, и интересно, и полезно. Готовы к дальнейшему сотрудничеству не только с ПГУ, и с другими заинтересованными ведомствами. Мы с радостью рассмотрим возможность приезда и к ним, или их пригласим к себе, и проконсультируем в этом. От этого, на самом деле, выиграют все. Это взаимовыгодный процесс. Сообща, легче осилить даже неразрешимые проблемы. Уверены в студенческой юридической консультации. И обещают разработать предложение для упрощения процедуры принятия российского гражданства для всех наших соотечественников без исключения. Напомним, в настоящее время обладателями гражданства Российской Федерации могут стать все жители Приднестровья, постоянно проживающие на территории нашей республики и не обладающие гражданством иного государства. При этом претенденты на российский паспорт должны были родиться не позже декабря 1991 года, даты официального прекращения существования Советского Союза. Для процедуры оформления гражданства Российской Федерации потребуется документ, подтверждающий постоянное проживание в ПМР, паспорт гражданина СССР образца 1974 года или же Приднестровский паспорт и свидетельство о рождении.